всех приветствую дорогие друзья и сегодня у нас на обзоре достаточно старая мышь но еще не потерявшая свою актуальность из-за чего из-за того что она еще продается и продается за вполне умеренные деньги 1800 рублей по меркам москвы с учетом курса доллара или рубля к доллару это вполне себе неплохие деньги что же это за мышь это tte sport сторон инфра ред построена она на оптическом сенсоре avaga 3090 под основными кнопочками имеет амрончиками на 5 миллионов нажатий энкодер колеса механически плюс ко всему у нее есть обилие кнопочек сменные грузики и чехольчик в комплекте ну и плюс ко всему внутренняя память что у нас про чехольчик ну стандартный чехольчик в коробочке лежит на молнии из такого мерзлотного материала на ощупь ненавижу ненавижу ощущение просто отвратительные но он есть он большой и скорее всего это плюс грузики вот в такой вот резиновой палете их пять штучек масса каждого четыре с половиной грамма кейса для грузиков я внутри коробки не нашел с одной стороны хорошо когда вы хотите максимально легкую мышь вы просто достаете эту резиновую палету из мыши и кладете ее куда-то далеко вот если вы хотите ее немножко утяжелить и к примеру хотите оставить два грузика а три убрать вы достали из этой резиновой палеты три грузика поставили ее с двумя грузиками в мышь а три шайбочки девать куда непонятно неизвестно ай-яй-яй не хорошо поэтому вот такие вот пироги напоминаю пять грузика по четыре с половиной грамм субъективная масса этой мыши без этой палеты с грузиками где-то сто сто пять грамм вполне себе удобоваримый вес давайте посмотрим что у нас одни мыши на дне мыши у нас все достаточно интересно ну во первых это отсек для грузиков открывается он вот таким вот образом как вы видите там ничего нету внутри чем мне не нравятся эти крышки они от экземпляра к экземпляру могут попадаться люфтящие здесь все отлично не люфтит далее что у нас кнопочка изменения частоты опроса 125 250 500 100 далее кнопочка изменения профиля и вот самая интересная кнопочка lock unlock что и чем она занимается тем что она блокирует все боковые кнопки все макро кнопки кроме основных и колеса ну что называется ну не любите и не любите ставите unlock и все вернее lock и все у вас олдскульно ставите unlock и можете всем этим добром пользоваться по центру у нас размещено окошко сенсора развернутая на 90 градусов для чего это нужно ну скорее всего чтобы уместить эти кнопочки сюда плюс грузики никаких кастомных линз никакого гарнила инфракрасный 30 90 ножки у нас очень специфическая формы тефло ну так себе тефло на самом деле вроде бы и тефло не пластик но скольжение не слишком офигенная ну такой на три с половиной балла где-то так больше на дне у нас ничего нету переходим кабелю кабель у нас в оплетке жесткий дубовый плохо распрямляется защита от перегиба единственный плюс то что он над ковриком достаточно высоко начинается сейчас фокус поймается вы все прекрасно увидите ну а за сам кабель я поставлю где-то три или два с половиной балла не айс посмотрим на форму мышки в целом вы можете видеть это такой пузанчик достаточно широкий ориентирован под правшей с обилием кнопочек дополнительных давайте посмотрим каждую из сторон но давайте посмотрим правую так как мышь не для левшей что у нас здесь имеется вот такая вот полосочка бугорок для чего она нужна скорее всего для удобства расположения мизинца и безымянно здесь у нас имеется такая вот кнопка и сразу же оговорюсь она пипец какая неудобная она хват прошу прощения фигачит просто на корню мизинец лежит нормально безымянный постоянно требует какого-то основания достаточно жесткого для цепкого удержания мыши и он постоянно ложится на эту кнопку которая сама по себе очень мягонькая во вторых вас бесить будет то что она нажимается третьих вас бесить будет то что у вас нету четкой основы и во вторых и в четвертых даже если она нажата она проваливается туда это не есть хорошо и это капец как херит простите меня хват левая сторона у нас прозаичная ложбинка под большой палец и две боковые кнопки задняя боковая широкая передняя боковая не широкая тактильно между ними разницы практически нету и опять же это второй минус формы и удобства данной мыши передняя боковая кнопка при всех хватах моей руки на 18 половиной тире 19 сантиметров передняя боковая кнопка находится всегда в недосягаемости практически и сейчас я вам покажу что это такое ну давайте еще раз посмотрим на мышь как она смотрится достаточно симпатичный пузан и если бы не эти огрехи мне бы форма очень и очень понравилась я люблю широкие мыши достаточно короткие вообще она рассчитана на хват или ладонь или пальцами хват коготь здесь достаточно неудобен лично мне потому что мизинец и большой палец слишком разведены и это создает лишнее напряжение для вашей руки вот именно ладонь пальчики или ладонно-пальцевой что-то из этого но лично мне удобно пользоваться с этими боковыми кнопками стоя из другой стороны именно хватом ладонь когда я начинаю держать пальцами мизинец начинает вернее безымянно начинает клацать эту сраную кнопку прошу прощения большой палец при хвате пальцами не дотягивается до передней боковой кнопки это очень неправильно это не доработка это ай-яй-яй ата-та и все дела что называется очень неправильно это сделано можно было бы угодить большему количеству народу перевести в какую-нибудь кнопку с макросами куда-нибудь сюда типа sniper button а это сместить куда-нибудь назад сверху у нас имеется кнопки переключения dpi они тоже выключаются вот этим тумблером lock unlock что у нас по материалам снизу у нас матовый пластик в передней части у нас глянец а сверху и по бокам у нас софт-тач покрытия софт-тач покрытия не толстая не супер резиновая это скорее всего какое-то вот именно тонкое пластиковое напыление на вернее на пластик я уже пользуюсь ей два дня и как вы видите мышь не мыл вполне себе неплохие результаты назвать ее супермаркой у меня язык не поворачивается общая сборка мыши меня устраивает но вот все остальное давайте по об этом поговорим что у нас по основным кнопкам основные кнопки амрон чеки на 5 миллионов нажать давайте их по щелкаем и на самом деле усилия мягкая клик ощущается достаточно таким тоненьким и быстреньким накликивать одно сплошное удовольствие клик умеренно тихий я его специально назвал не умеренно громкий а именно тихий и все вполне себе неплохо особенно для любителей быстрого накликивания быстрого нажатия но они немножко люфтят это первый минус но для меня как ни странно здесь он оказался критики не критичным мышь достаточно большая рука находится немного в растопырку если бы здесь были еще другие кнопки это было бы ну просто отвратительно здесь же такой маленький приятный тихий быстрый с неплохим при этом возвратом все достаточно симпатично но люфтит кнопки здесь тоже немного люфтят боковые кнопки у нас умеренно громкие с хорошим нажатием но при этом все таки здесь присутствует такой люфт пружинящий но он не так страшен страшно больше общее положение этих кнопок кнопки сделаны приятно чтоб нажимать слайдом это тоже приятно ну а про эту кнопку уже все сказано и пересказано отвратительно убрать убрать еще раз убрать что у нас по колесику механический энкодер неясные теологии очень тугое нажатие сейчас фокус настроиться как видите здесь такие подковочки я не знаю или это буква цену скорее все это какие-то подковы она имеет красную подсветку и ну колесо как колесо какое-то дребезжание умеренно тихая ход с отсечками они достаточно не выражены в общем обычное китайское колесо ничего примечательного нет теперь давайте поговорим о сенсоре ну во первых здесь настройка сотня тире четыре тысячи сходом сотку поэтому можете настроить и четыреста и восемьсот и тысяча двести и так далее и тому подобное но никаких значений в пятьдесят поэтому если вы примеру четыреста пятьдесят забудьте дальше здесь вроде как есть настройка лот но она такая геморройная что это просто пипец там есть два ползунка в зависимости от положения относительно друг друга вы можете настраивать этот самый пресловутый лот но как бы я не старался я не смог вывести лот данного сенсора на тот уровень скажем так границы удобоваримого все таки здесь даже на минимальных значениях лот чуть выше чем удобно восьмидесяти процентам человек то есть он не минимальный в принципе с ним можно играть я видел лот на 3090 гораздо больше но все таки он перешагнул верхнюю границу оптимальности поэтому с одной стороны это конечно плохо с другой стороны очень маленький лот на 3090 грозит тем что он не будет переваривать световые переходы я честно попытался с ним поиграть на своем квик фнатик эдишн и проблем особо не заметил именно с перевариванием световых переходов но я ощутил небольшие проблемы с откликом этого сенсора я не знаю я называю этот параметр сглаженность сенсора кто-то называет этот параметр input lag кто-то еще по-другому его называет но вот именно ощущение того что ты дернул мышь а она немножко запоздала оно здесь немного да присутствует все уже надо мной смеются в группе о том что мышь может вам как бы что я очень не чувствителен к этому параметру но как ни странно этот параметр очень сильно ощущается именно в этой мыши и это меня немножко раздражает плюс ко всему этот сенсор скорее всего любит значение кратное 200 я попытался на нем выставить 500 и 500 здесь работает гораздо хуже чем 400 dpi в остальном если придрочиться к этому лоду если взять 100% черный ковер если преднастроить под себя этот пресловутый лод то скорее всего и поиграться с какой-то с какими-то значениями ndpi все будет более-менее сносно но опять же такое ощущение что все-таки мышка за мной немного опаздывает это мое личное субъективное мнение может быть есть люди которые владеют этой мышью и скажут что док не прав пожалуйста оставляйте свои комментарии под этим видео что сказать в целом о мыши симпатичная форма симпатичная цена но вот есть огрехи огрехов на мой взгляд больше чем плюсов и даже за 1800 рублей я бы присмотрелся каким-нибудь там сэм алькор или когар 300 м что-то вроде этих двух мышей терон симпатичная но все равно я бы ее не купил пока пока